У Саровчанина мошенники похитили 625 тысяч рублей. На мобильный телефон мужчины поступил звонок. На том конце провода представились сотрудникам правоохранительных органов. Неизвестный убедил заявителя в том, что его персональные данные попали в руки мошенников, которые пытаются оформить кредиты на его имя. Уже сотрудник правоохранительных органов сообщил о якобы проводимой операции на данный момент по поимке мошенников, в связи с чем необходимо избегать лишних контактов, быть постоянно на связи, а также оформить кредит и обналиченные денежные средства положить на безопасную банковскую ячейку. Напуганный Саровчанин взял несколько кредитов, обналичил деньги и несколькими транзакциями перевел их на предоставленный злоумышленниками банковский счет. Возбуждено уголовное дело. Еще одна жертва мошенников потеряла 812 тысяч рублей. Неизвестный связался с женщиной, представился сотрудником Федеральной службы по финансовому мониторингу и сообщил ложную информацию о том, что злоумышленники оформили на ее имя банковский счет, через который переводят денежные средства в недружественное государство. Мошенник убедил заявительницу в том, что ей необходимо снять с себя подозрения от спецслужб. Для этого необходимо взять в кредит денежные средства и перевести их на безопасный счет. В принципе, что и сделала Саровчанка, взяла несколько кредитов и перевела обналиченные денежные средства в сумме 812 тысяч рублей на предоставленный банковский счет. После чего, естественно, злоумышленники перестали выходить на связь. По подобной схеме обмана с безопасными счетами еще один Саровчанин лишился 1 миллиона 490 тысяч рублей. Сотрудники полиции напоминают гражданам о бдительности и осторожности при разговорах с неизвестными людьми, которые ведут речь о ваших денежных сбережениях. Сотрудники полиции призывают граждан быть бдительными. И если вы держите денежные средства в руках, это могут быть полученные путем кредитования, либо снятые с ваших личных банковских счетов, им уже ничего не может угрожать. И не следует переводить их на якобы безопасные счета, либо якобы безопасные банковские ячейки. Чтобы всегда быть в курсе о новых видах и способах мошенничества, подписывайтесь на официальный телеграм-канал «Вестник киберполиции России» от МВД России. Там выкладывают всю актуальную информацию и советы о том, как не стать жертвой обмана. На прошлой неделе произошло одно ДТП с пострадавшим на улице Арзамаская, 3. Водитель автомашины ГАЗ-3102 при возникновении опасности выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Рено Сандера. В результате ДТП водитель Рено получила телесные повреждения. После осмотра врачом была отпущена домой. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. Субтитры создавал DimaTorzok